Всем панк-рок, дамы и господа, и у нас сегодня очередное видео из разряда 10 советов. Сегодня в программе 10 советов по рисованию окружения, а если быть точнее, то это материал Крейга Стюарта «10 советов по спидпейнтингу». Спидпейнтинг — именно то, что вы себе и представляете, слыша этот термин — рисование по часам. Художник даёт себе ограниченный период времени от нескольких минут до пары часов, чтобы закончить работу. Для новичка это хороший способ научиться рисовать, а для опытного художника — отточить свою технику. Кроме того, это весело. В отличие от скетчинга, однако, спидпейнт считается законченным после того, как время вышло. Если в дальнейшем вы будете дорабатывать рисунок, это будет уже не спидпейнт. Чтобы помочь вам стать мастером спидпейнта, художники-автор мастер-офф арт-офф спидпейнтинг поделились с вами лучшими советами из книги. Итак, погнали! Совет номер один. Пользуйтесь готовыми формами. Вот некоторые примеры форм, созданных Алексом Альмеда. Алекс Альмеда говорит, Готовые формы — это суперполезные инструменты художника, про которые большинство часто забывают. Их быстро, просто и весело делать, и они экономят кучу времени при дизайне или спидпейнтинге. В дни, когда у вас нет вдохновения рисовать что-то законченное, порисуйте такие формы вместо этого. Просто нацарапайте жесткой кистью абстрактные формы, а потом поиграйте с ними. Попробуйте копировать, повторять, накладывать друг на друга, трансформировать, а затем использовать в рисунках. Как вы знаете, многие художники используют готовые формы для скетчинга. Некоторые художники заготавливают их из фотографий, некоторые же рисуют их от руки. Но тем не менее, галерея вот таких вот болванок очень сильно ускоряет время работы над любой картиной. В том числе, если вы уже работаете в индустрии, болванки всегда ускорят вашу работу. Номер два. Заполните пустой холст. Не думайте, просто оставьте несколько штрихов. Кэти Гирсон советует, с помощью большой кисти сделайте несколько штрихов разного цвета, тона, текстуры и непрозрачности. Постарайтесь не рисовать что-то определенное, просто заполните холст. Цветом и текстурой. Можете менять кисти, но размер оставьте большим. Это ускорит работу и не даст вам рисовать что-то определенное. Такое свободное рисование будет сложно освоить, но в конце концов эффект того стоит. Начиная рисунок таким образом, вы будете меньше бояться пустого холста, что может помешать потоку творчества. Также некоторые именитые художники, например, Андрей Иванченко, более известный как Энри, много раз советовал на холсте наводить некую грязь из фотографий, картинок или просто абстрактных мазков кисти. Для того, чтобы потом что-то разглядеть именно в этих абстрактных мазках, из них уже сделать готовую картину. Совет номер три. Сделайте разминку разными кистями. Постарайтесь работать ограниченным количеством кистей, чтобы сэкономить время и не отвлекаться на разнообразие инструментов. Дон Глу Ю поясняет, перед тем, как начать рисовать спидпейнт, мне нравится делать разминку разными кистями. В зависимости от темы, постарайтесь ограничить выбор кистей для конкретного арта. Работа с ограниченным количеством кистей может заставить вас работать эффективнее, думать о формах и дизайне, а не о штрихах. К такому подходу нужно привыкнуть, но он реально ускорит весь процесс рисования. Дело в том, что чаще всего начинающие художники ищут кисть под задачу. То есть, если нужно нарисовать гору, надо найти кисточку, похожую на камень. В данном контексте Дон Глу Ю поясняет, что по сути вы все можете нарисовать обычной простой кистью. Но тем не менее, их чередование очень сильно помогает в развитии навыка. Пункт номер 4. Пользуйтесь градиентами. Это прозвучит банально, но пользоваться градиентами очень сильно помогает для определения базового тона картинки. Массимо Парселло советует, как только вы определитесь с тоновым разбором будущего рисунка, нужно наложить базовые цвета. Инструмент градиент для этого подходит идеально, потому что можно выбрать цвет для каждой части наброска, начиная с земли у основания зданий до оттенка неба и, наконец, подбора оттенков для контраста земли и неба. Чтобы цветовая палитра была ровной, потом можно просто цвета смешать. На самом деле, многие именитые концепт-художники рисуют окружение сначала в ЧБ, а потом используют 100500 карт-градиентов, которые уже заготовлены. Это помогает быстро прикинуть цвет и определиться с цветовой палитрой. Опять же, если вы работаете в компании, такие варианты можно быстро показать арт-директору и легко их изменить в случае чего. Номер 5. Составьте собственную фотобиблиотеку. Джеймс Пайк создал монументальные фэнтези-руины за час, используя фототекстуры, взятые из личной фотобиблиотеки. Джеймс Пайк советует «Сложно переоценить важность хорошей библиотеки референсов». В интернете можно найти множество таких библиотек, но ничто никогда не сравнится с составлением собственной. Вы можете подобрать нужную экспозицию, фон, контраст для вашего рисунка или просто интересные достопримечательности или формы облаков, которые зажгут ваше воображение новыми идеями. Не ограничивайтесь миром природы. Существует множество восхитительных и изысканных архитектурных элементов в зданиях и других созданных человеком объектах. Многие художники призывают искать вдохновение в рандомных формах, которые можно получить из зданий или каких-то городских элементов, а потом использовать их к примеру на персонажа. Пункт номер 6. Превратите скуку в порыв вдохновения. Джаспер Фрис добавлял и смешивал акриловые краски на стекле старого сканера. Спидпейнт был закончен через 2 часа. Джаспер Фрис говорит «Однажды в приступе скуки я решил вытащить старый сканер и принялся рисовать акварелью на его стекле. Потом я закрыл крышку, чтобы посмотреть, что получится. С тех пор, время от времени, я создаю странные текстуры таким образом. Сначала это может показаться глупостью, но даже один единственный день, проведенный за экспериментами с подобными методами создания текстур, пополнит вашу библиотеку образцами, к которым вы будете возвращаться снова и снова. Чем-то уникальным и исключительно вашим, что невозможно повторить». Пункт номер 7. Усложняйте. Экспериментируйте с текстурами и кистями. Стефани Кост поясняет. Чтобы передать сложности вашему рисунку, лучше воспользоваться текстурами и кистями. Их сотни в бесплатном доступе в интернете. Подберите себе удобный набор. Например, круглую кисть, похожую на чешую ящерицы, ровную, похожую на мел, или, может быть, толстую, жесткую кисть, похожую на гальку. С их помощью можно разбивать форму внутри вашей композиции. Можете попробовать мягкую кисть с колебанием цветового тона. Она отлично подходит для резких граней и неожиданных цветовых переходов. Пункт номер 8. Подбирайте правильные фотографии. Выбор фотографий, которые будут соответствовать друг другу, это важно. Альмеда говорит. Создавая картинку в технике фотобаша, очень важно подбирать правильные фотографии. Часто начинающие художники пытаются использовать фото с совсем другим источником света по сравнению с остальными уже использованными. Они таратят огромное количество времени, пытаясь поправить несоответствие. В итоге это все заканчивается удалением фото, депрессией по поводу своей криворукости и стагнации. Пункт номер 9. Экспериментируйте. Используйте в рисунке фоновый градиент. Дублируйте и трансформируйте формы. Ян Джун Вэй Чио говорит. Инструменты, трансформация, кадрирование и палец неотъемлемая часть моего рабочего процесса, так как я предпочитаю делать коллажи и находить нужные формы, а не рисовать с чистого листа. Лично мне этот метод кажется более приятным и экспериментальным. Применяя его, вы можете придумывать такие идеи композиции, которые вам бы и в голову не пришли. Ведь возможности фотошоп по сути бесконечны. Для каждого существующего инструмента можно найти новое применение. В конце концов, именно ваши личные знания таких основ, как композиция, тон, цвет и освещение, делают ваш рисунок хорошим. Пункт номер 10. Не перестарайтесь. Остановитесь на главных элементах рисунка, так чтобы у вас получилась символическая, но впечатляющая композиция. К примеру, на эту работу у Донглу Ю ушло всего 2 часа. Ю говорит. Мои студенты часто стараются показать очень сложный сюжет одним рисунком. Мой ответ всегда один. Выберите 2 или 3 главных мысли, которые вы хотите передать в работе. И передайте их хорошо. Когда сюжет слишком сложен, вам придется разделить лист на маленькие участки и распределить на них элементы сюжета. Это очень сложно сделать в символической композиции. Спасибо большое за просмотр. Надеемся, вам понравился этот короткий ролик. Набиваем 750 лайков. Вводят еще 10 советов на уже другую тему. Те, кто донатит нам на камеру, просто боженьки. Спасибо огромное. Подписывайтесь на наш канал. Нажимайте кнопку колокольчика. А с вами был Алексей. Всем удачи и берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok